Засветился в интернете начальник Омской полиции. Паблик ЧП Омск сообщает, что в пьяном угаре он подрался с машинистом московского метро. Как пишут в соцсетях, москвичу серьезно досталось. Врачи диагностировали у него сотрясение. В комментариях амичи посмеялись над ситуацией. Полковник такой же человек, как и все. И также может врыл отдать. Но виноват будет водитель трамвая. Омские пользователи возмущены, что теперь придется платить штрафы за купание в Иртыше и Ами. Так как официально разрешенных мест для купания в городе нет, теперь за это будут штрафовать. Нарушителю придется заплатить от 500 до 1000 рублей. И так сойдет. Амич написал это про детские качели на набережной. Цепь закреплена на штанге веревкой. И свои слова автор поста подкрепил фотографии. Комментаторы разошлись во мнениях. Одни считают, что поправить качели могут сами амичи. Другие возмущаются. Конечно, можно и самим сделать. Только пусть тогда с меня государство подоходный налог не удерживает. Я на эти деньги сделаю хорошие качели своему ребенку. И нет проблем. На суровых водителей омских маршруток пожаловалась амичка в интернете. Девушка написала, что когда автобус резко затормозил, она влетела лбом в железный каркас телевизора и рассекла голову. К посту она прикрепила фото с госномером маршрутки. В комментариях пользователи поспорили. Держаться нужно, а не в смартфоны смотреть. Народ, как зомбаки, стал. Едут носом в телефонах и идут носом в телефонах. А работа у них такая. Посадили бы их на оклад и никаких гонок, резких ускорений, торможений бы не было. Ездили бы все адекватно. А так борьба идет за каждого пассажира. Амича романтика обсуждают в интернете. Житель Ленинского округа весь июнь воровал из местных продуктовых магазинов. На допросе он объяснил, что краденое продавал, чтобы купить девушке 35 роз. Ну все, теперь посадят на 10 лет. Вот блин, самый страшный преступник.